Материнский капитал может быть продлен и после 2018 года. Об этом говорили в Государственной Думе за круглым столом, посвященном десятилетию программы. С 2007 года в России выдано более 7,5 миллионов сертификатов, но средствами воспользовались лишь 45% семей. Было предложено расширить спектр использования мат-капитала, например, позволить направлять средства на отдых детей и образование мамы. Соответствующие законопроекты о продлении, индексации и расширении спектра использования мат-капитала могут быть представлены в Государственную Думу уже этой весной. Архангельские полицейские задержали группу мошенников. Они ходили по квартирам и, представляясь сотрудниками «Облгаза», предлагали купить у них газоанализаторы. Стоимость прибора – 1-2 тысячи рублей. Аферисты продают их в 3, а то и 4 раза дороже. В настоящее время они подозреваются в пяти таких случаях. Данные граждане, предъявляя удостоверение сотрудников одной из специальных служб, предлагали гражданам установить в их квартире приборы учета газа. После чего, получая доплату, скрывались и заявленных работ не проводили. Сотрудники полиции рекомендуют внимательно смотреть удостоверение незваных гостей и, если есть сомнения, не открывать дверь. В региональном отделении молодой гвардии «Единая Россия» назначен новый руководителем стал Станислав Косач. Он является членом молодой гвардии с 2009 года. Приоритетом для себя Станислав определил реализацию проекта «Медиагвардия». Его суть – вести борьбу с противоправным контентом в интернете. Все мы, к сожалению, слышали о противоправном контенте в сети интернет. Это и группы «Синий кит» и так далее, это и различные распространения противоправного контента. Соответственно, все это – наша задача убрать и истребить с территории интернета, и в частности в Архангельской области. В Новодвинске прошло первенство города по спортивной гимнастике. Соревнования проводятся в память о тренере Валерии Барсуковском. Состязание собрало 36 гимнасток из Новодвинска и Архангельска. Спортсменки выступали на четырех снарядах – опорный прыжок, брусья, бревно и вольные упражнения. Мне нравится гимнастика, потому что мы выступаем. Для меня самый сложный снаряд – бревно. Больше всего мне нравится прыжок. Там очень интересно, когда ты прыгаешь как бы в стойку. В общем зачете сборная Новодвинска завоевала пять золотых медалей. У гостей из Архангельска всего одна медаль. Сегодня в Архангельске по области облачно. Небольшой мокрый снег с дождем. Ветер юго-восточный и южный слабый днем до умеренного. Температура воздуха до 4 градусов тепла. Тип погоды второй – благоприятный. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова